Думать о тех, кому трудно. Руководитель службы 112 Центра гражданской защиты Александр Проничкин и его коллеги из отряда спасателей готовят сюрприз для Дениса Ларьковского. Для семьи подарок, как и посещение базы спасателей, стали полной неожиданностью. Это хорошая немецкая коляска. Мы рады, если вам будет хоть немножко легче. Он ведёт активный образ жизни. Мы участвуем во всех мероприятиях города. Это тебе от Маруси. Это наш календарь. Пусть он тебя радует. Здорово, спасибо. Дениса с рождения опекает мама. Благодаря этой сильной духом женщине, сын, полностью лишённой возможности передвигаться, посещает службы в храме. Бывает на концертах и спектаклях. На новую коляску спасатели собирали всем коллективом. По своим характеристикам она во многом превосходит ту, чем пользовался Денис. «Коляска замечательная, лёгкий ход. Спасибо вам огромное. Ещё раз будем путешествовать. И в лес будет хорошо заезжать». В штабе спасателей Денис и его мама познакомились с внештатной сотрудницей центра добродушной корги Марусей. От тёплого приёма на лице у женщины появилась улыбка. «Тяжёлые роды и детский церебральный паралич. И вот 40-й год мы стараемся, лечим. Город, район помогают. И вот добрые люди нам подарили коляску. В санаторий поедем. Мне будет легче с этой коляской». «Мы познакомились с парнем. Просто вы видите, сейчас всё такое. Невозможно спокойно это смотреть. Эта вещь им нужна. Я думаю, что наше общение продолжится. Они, мужественные люди, борются за свою жизнь и не унывают. Показываю примеры всем остальным». 3 декабря – Международный день инвалидов. Напоминание нам о людях с ограниченными возможностями, которым очень нужны наша помощь и участие. Михаил Налётов, Валерий Жеглей. Щёлковское телевидение.